С рекордно высокой явкой, почти 70% по состоянию на 6 часов вечера и надеждой на окончание кризиса. В Каталонии сегодня досрочные выборы в региональный парламент. Избирательные участки закроются через полчаса. Соцопросы буквально до последнего показывали одинаковые шансы на победу для сторонников, как независимости, так и единства Испании. Елена Абрамович следила за процессом голосования. Очереди с самого утра. Каталонцы голосуют за новое правительство. Это уже третьи местные выборы за последние пять лет. Согласно опросам, за день до голосования около 20% избирателей так и не определились с выбором. Но на участки все равно пришли. Правом голоса в регионе обладает 5,5 миллионов человек. Непонятно, каким будет результат, потому что общество довольно разделено. Но есть существенный процент сторонников независимости, примерно столько же оппонентов. Это нелегкое решение, но у нас нет выбора. Мне бы очень хотелось, чтобы стороны нашли общую цель и работали на благо общества. Они разрушали его, чтобы смогли договориться между собой. Объединить всех обещает глава правоцентрической партии Инесс Аримадес. Сторонница сохранения Каталонии в составе Испании. У нее довольно существенная поддержка. Но на политической арене в свете последних событий появилось немало сил, выступающих за независимость. Вести кампанию суд разрешил и тем политикам, которые оказались за решеткой по делу о сепаратизме. Остраненный от власти президент Каталонии Карлес Пучдемон агитировал из Брюсселя. Сегодня необычный день. Это выборы с кандидатами в тюрьме и с кандидатами в изгнании. С вмешательством в институты нашей страны. С отсутствием свободы самовыражения. Кроме тех, кто за и против независимости Каталонии, в списках есть и ряд партий, которые не определились со своей позицией в этом вопросе. Так что каким бы ни был исход голосования, аналитики прогнозируют непростые переговоры по формированию коалиции. Тем временем, Союз сил за независимость пообещал осуществить свой параллельный подсчет голосов. И вывести завтра людей на улице. Или праздновать победу, или протестовать против итогов, если они их не устроят. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.